Одесская область приняла эстафету апрельских снегопадов. О том, как в южном регионе переживают капризы погоды, узнаем у нашего корреспондента Андрея Анастасова. Андрей, здравствуй, расскажи, как коммунальщики справляются с весенним снегом? Добрый вечер, Катя. Целый день в Одессе шел дождь с мокрым снегом, который тут же таял, поэтому особых хлопот осадки городу не доставили. Чего не скажешь о северных районах области. Здесь практически с утра начался настолько сильный снегопад, что уже к полудню сложно было поверить, что на улице апрель. Конечно, в первую очередь трудности испытали автомобилисты, особенно те, которые выехали на летней резине. Неподалеку от раздельной застряли и мы. Пришлось вызывать на помощь спасателей. Из-за непогоды произошло два серьезных ДТП. В Раздельнянском районе съехал в Кювет и перевернулся. Микроавтобус с людьми обошлось без пострадавших. То же самое произошло и в Болградском районе. Пять человек получили травмы. У одной из пассажирок перелом ключицы. В принципе, проехать по дорогам сегодня было можно. Но пока мы добирались до Одессы, встретили несколько буксующих автомобилей. Едем по пригородной трассе в Раздельнянском районе Одесской области. Вот примерно такое состояние проезжей части. Пока ни одной снегоуборочной машины не встретили. После вчерашнего тепла и солнца жители Одесской области пришли в ужас от сегодняшних погодных условий. С утра многие начали выкладывать видеоролики в соцсети и шутить по поводу аномального апреля. Кто увидит в лесу 12 месяцев, апрелю больше не наливать. Такая погода в Одесской области сохранится и завтра. Ночью мороз и гололедица. Днем плюс один, плюс шесть и снова сильные снегопады и метели. В общем, жители региона просят по возможности оставаться дома. А в некоторых районах, кстати, завтра отменили занятия в школах. Катя. Андрей, спасибо. Андрей Анастасов рассказал, как в Одесской области справляется с непогодой.